Всем привет, с вами Gobzor.com. Хочу поделиться опытом прохождения игры Guad Simulator 3. Это симулятор козла. Вышла новая часть. Вышла она у нас не так давно. Я ее прошел на платину. Провел в ней примерно 22-23 часа. Собрал все коллекционки, выполнил большинство заданий. Ну и естественно сюжет тоже прошел. Игра у нас от студии Coffee Stand North. Она вышла на PlayStation 5, на Xbox X и S, а также на компьютере. У нас события игры проходят на острове Сан-Ангора. Главным героем выступает коза, это Пелегор. Она же была у нас и в первой части. И собственно здесь она у нас тоже будет главным героем. Хотя по факту здесь сюжета особо и нет. Нет того момента, когда вас за ручку ведут по сюжету. И сами разработчики указывают вам, как проходить. Здесь же вы сами выбираете путь. Начинается у нас игра с отсылкой на Skyrim. Едете в телеги. И дальше вы уже предоставлены сами себе. Предлагается только, например, открыть первую башню, которая у нас в данной игре выступает в качестве телепорта. И в дальнейшем вы будете ее прокачивать. А дальше сюжеты и миссии выбирайте сами по уже мере прохождения. Хотите проходите, хотите не проходите. Цель же у нас полностью прокачать наш замок. И здесь вы также будете переходить уже к финальному боссу. Кстати, интересно с финальным боссом. Не буду спилерить, но очень интересно сделали его. По игре здесь несколько у нас активностей. Сейчас покажу, как выглядит остров. Остров поделен на несколько частей. Это полностью бесшовный мир. То есть есть у нас ферма по стилистике. Есть такой вот пригород. Есть лес и водопад. И также город и остров отдельный. Но перемещение по ним проходит полностью бесшовно. Вы можете просто пробежать, пролететь. Или проехать на машине. По графике, как мне кажется, графика не сильно хуже, например, той же GTA. Тут тоже есть также люди, какие-то активности. Естественно, все это в более таком упрощенном варианте. Есть также элемент, конечно же, гротесской сатиры. Но в плане графического, мне кажется, игра выглядит хорошо. На старой консоли ее, кстати, не выпустили. По прокачке. Прокачки здесь нет. Но за исключением того, что вы, выполняя задание, которое вы сами выбираете в плане последовательности, будете открывать ранги иллюминатов. Как раз ту самую мельницу будете прокачивать. Снаряжение. Снаряжение можно получать разными путями. Это покупка. То есть за активности вы покупаете какие-то предметы. Также часть снаряжения является бонусом за выполнение заданий. Сюжетных каких-либо. Или также можно их находить по карте. По снаряжению. Как можете заметить, например, вот у шлема есть у нас молния. То есть для такого снаряжения у нас есть активная какая-то функция дополнительная, которая обычно R1 запускается. То есть вот, например, можно отдать какашку, например. Или призвать свою армию. Сейчас покажу, как это выглядит. То есть вот. И вы, например, рот с неба козлы падают. И вы в любое время можете это менять, комбинировать. И под задачей выполнять. Очень помогает, кстати, вот этот шлем с орвиг головы. Это за выполнение. То есть можно уже на нем летать. Как я и говорил, также можно перемещаться на автомобилях. По самим заданиям сделано интересно. Это такие вот мелкие задания. Чаще всего с юмором. В целом можно играть как взрослым, так и детям. То есть там простые загадки нас ждут. Что-то передвинуть, что-то найти. Вот такого плана задания есть. По дополнительным заданиям. Это есть инстинкты. Когда вам нужно, например, там 10 человек собрать и 10 человек поджечь. Вы выполняете тоже за дополнительные задания. Вот как можно заметить, часть событий у меня осталась. И их можно на карте уже выполнять. Есть также сетевая составляющая. Это одна из особенностей новой игры. Ранее не было сетевых возможностей. Но, к сожалению, среди моих друзей владельцев этой игры нет. И оценить как раз именно эту часть Goat Simulator 3 у меня не получился. Мультиплеер. Ну, вроде как работает. Хотя встречал сообщения, что люди жалуются на производительность при подключении нескольких игроков на ряде участков карты. Хотя пока я проходил 3-4 дня по вечерам, вышло несколько обновлений. То есть что-то исправляет, что-то добавляет. И я думаю, что исправит и этот момент в дальнейшем. В целом от игры остался доволен. Я проходил ее после God of War Ragnarok. Как раз такая вот отдушина, где свободное повествование. Вы сами выбираете, в какой последовательности выбирать квесты. Что делать на карте. Можете вообще ничего не выполнять. Приятно провести время. Игра мне понравилась. Внимание вполне заслуживает. Особенно если будет, например, по распродаже в ближайшем, например, новом году. Вот так вот. С удовольствием обслуживаю с вами Глад Симулятор 3. Если вы также поиграли, будет интересно узнать ваши впечатления. Лайк, подписка приветствуются. Пока-пока.